Доброе утро! Один глаз открылся. Ну что же, вспомним вопрос, который задал нам наш телевизор. Перед новостями был вопрос о ёжике, о том, что вы очень похожи. Почему? А у меня другой вопрос. Почему? Все спрашивают про ёжика в тумане. Про ёжика в тумане, да. Ну, в принципе, это... Вообще-то, конечно, я не ожидал, что хоть один эфир обойдётся без вопроса про ёжика. В принципе, это абсолютно нормально, потому что... Ну, действительно, если говорить серьёзно, ну, хотя я не умею это делать, то ёжик в тумане, это, в принципе, является одним из шедевров в мире. А почему? Ну, вот так вот получается, что он ни на что не похож. То есть таких мультфильмов больше нету. Нету, ну, вообще даже. То есть там есть и какая-то интересная техника. Есть какая-то... Техника создания. Техника создания, да. Есть огромная какая-то душевность, какой-то дух какой-то вот. То есть он ощущается через экран. Да, абсолютно необъяснимый. Ну, вообще-то, как можно говорить о шедеврах? Что такое шедевр? Как это можно пощупать, взвесить или как? Шедевр есть шедевр, и так понятно всё. Ну, вот. Ну, скажем так, я абсолютно как бы согласен, что это шедевр. Я абсолютно уважаю этого человека Норштейна. Как бы вот последний раз, когда мы встречались, вот буквально там полгода назад на кинофестивале Крок, который приезжал в Одессу, да, прикоснуться к легенде, как бы поговорить с ними, обсудить. И узнать то же самое, что и все остальные, что им тоже тяжело, хотя мастер, создатель такого великого, скажем так, мультфильма, не побоюсь этого слова. И тем не менее, то же самое мы начали обсуждать, те же, те же проблемы, которые у нас. А скажите, пожалуйста, есть ли у вас свой собственный шедевр, созданный в Одесской киностудии, какой-то самый любимый шедеврик или шедевр, самый лучший, удавшийся мультфильм? Ну, знаете, как многодетный отец могу сказать, что я люблю детей всех. И я не могу выделить из них вот этот более любимый ребенок, а этот менее любимый ребенок. Я их всех люблю. А уже зрителю решать, допустим, кто из них более красивый или кто более удачный. Вот. Но другое дело, что, конечно, наш зритель, ну, к сожалению, мало чего видит в последнее время из того, что делает Одесская студия мультипликация. Ну, раньше, как бы, ну, был наш любимый ребенок, который, ну, знал практически все СНГ, это был вот клип Кабаредовая академия «Я обиделась». Ну, его тогда показывали в эфире, да, да, например, как бы. Ну, было приятно, да, потому что тебе говорят, что это, видел или ой, что-то не в Москве. Говорят, ну, так вот. Какая Москва? Зачем Москва? Это же детство. Это специально. Приехали Лола и Саша и сказали, ребята, сделайте нам клип. Еще знали, к кому обратиться? Ну, конечно, нет, тогда это просто было так, творческое объединение «Маски» снимали на Одесской киностудии большой сериал. И там были много приглашенных артистов, и, соответственно, туда пригласили тоже Лолу и Сашу. А в то время мы делали для «Масок» такой небольшой клипчик, очень такой смешной и черненький, он почему-то потом никуда не вышел. Ну, черненький в том смысле, что все, наверное, в детстве как-то знали и читали такие садистские стишки, там, маленький мальчик. Да, 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 страшилки, страшилки, да. Да, страшилки, да. Вот. И на такие вот стишки мы как бы сделали такие вот, ну, там, смешной мультик, видеоклипчик такой. Но не пропустили, наверное. Да, его на эфире не упустили, так немножко показали пару раз, но потом не упустили. И вот как бы Лолу и Саша не посмотрели, а мы тоже такое хотели. Ну, пришлось сделать. Юрий, вот по времени студия, мультипликация, которой вы руководите, за сколько времени быстро сделала мультик? И мультик, который она делала очень долго по времени? Да, бывает, бывает, конечно, такое, что видеоклип, который идет, допустим, 3 минуты, делается 3 месяца. Это гигантский срок для создания мультик? Ну, как, это не гигантский, ну, да, конечно, гигантский, гигантский, конечно, в любом случае. Сейчас вот буквально поставили там маленький такой рекорд, что за месяц сделали 20 минут. А с чем это связано? Почему там 3 месяца, а здесь 2? Ну, допустим, то, что мы сейчас вот делали, это был сериал. То есть, это, ну, скажем так, большой объем, но там уже все понятно. Там уже все роли расписаны, все персонажи готовы, пространство изучены. То есть, нужно просто сидеть и рисовать. И как бы сидит 30 человек, мальчиков и девочек, которые быстренько-быстренько это все рисуют. Вот, а, допустим, там бывает такой видеоклип, который думаешь, думаешь, как же вот над каждой сценкой, на каждом кусочком вот пытаешься, вот, нет, давай вот это переделаем, давай вот это еще раз переделаем, давай еще раз переделаем, еще раз переделаем. Ну, так 10 раз переделали, а идем, вернемся к первому. Ну, так оно и получается. Это вот делали буквально тоже где-то год назад. Очень замечательный, как мне кажется, одной из удачных детей клип для, по заказу тур, турецкого телевидения. Это тоже смешная ситуация, как бы клип замечательный. В том смысле, что музыканты из Питера, музыка такая, такой рок, приятный русский рок, а певец тоненьким голосом на турецком языке поет песню, и причем еще, и причем, это все в мультике происходит. Сочетание удивительное, кому не показываешь, всем нравится. И еще один у нас телефонный звонок, сегодня просто аншлаг. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Я хочу сделать вам предложение из одного предложения. Сейчас существует слово «как бы». Это слово «паразит». Говорят и дворники, и кофигары, и плотники, и профессора. Засовели настолько речь, что вот одушевленным это слово «как бы», и пусть будет мультим. Это будет интересно. Попад или попад. Вы сами обкохотитесь, правда? Согласен. Спасибо за звонок, спасибо за звонок. Думаем, что можно тут добавить слова «а чё», «а вообще», ну и так далее. Ну да, да. Можно придумать. Ну я сам страдаю такими словами, паразитами. Паразитами, да. Ну да. И кто не застрахован. Ну как говорится, чухча не читатель, чухча писатель. Да, или наоборот. Вот они идеи. А у нас появилась идея, ненадолго прервать наш разговор и немножко размяться. Позаниматься физкультурой с нашей физкульт-организатором Маргаритой Масловой. Доброе утро, страна! Доброе утро, Одесса! Сегодня мы с вами попадем в настоящие американские прерии. Маргарита Маслова в роли мучачи, а в роли мачо известные тележурналисты Андрея Кангельский и Андрей Волосько. Итак, дорогие парни и девушки. Девушки представили себя прекрасными мучачами, а парни настоящими мачо-мужчинами. Приготовились и сжагаем латиноамериканской походкой. Девушки приближаются к своим мужчинам. А теперь поворот бедрами. Идем вперед! Перепрыгнули и в другую сторону. Отлично! И опять латиноамериканской походкой. Бедра право, 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 право. И влево. А теперь плечи. Вперед и назад. Вперед и назад. Отлично! И шагаем вперед. Отлично! Перепрыгнули! Хорошо работаем бедрами. А теперь на месте бедрами и вниз садимся. Ещё, ещё, ещё. Перепрыгнули! Силой латиноамериканской походкой по кругу. Фу! Фу! А теперь, девушки, заигрываю с парнями. С одним и с другим. Итак, отличного вам дня, побольше любви в вашей жизни. И отличного настроения! До новых встреч! Итак, Юрий Гриневич всё ещё с нами. Юли, как Юлий Цезарь просто чуть ли не сказала, потому что очень многое одновременно делают мультипликаторы. И только что, вот очень интересно, Юрий нам рассказывал о том, как запечатлеть сложное движение в мультфильме. Действительно, очень, вот я как бы попала на тот этап, когда, на этап перехода рисованных мультиков на компьютерные. Вот, и уловила разницу всё-таки в рисованных мультфильмах, мне кажется, да и многим другим детям тоже, по соцопросу, что движения более натуральные и более человеческие. Как вам это удаётся? Не, ну на самом деле нельзя сказать, что компьютерный мультфильм, он чем-то, допустим, хуже, чем рисованный. Потому что и тот рисованный, и тот рисованный. Изначально всё равно, как бы, художники-мультипликаторы сидят с карандашом и рисуют всё на бумаге. Потом это всё вводится в компьютер, и компьютер помогает уже украсить это. То есть, на самом деле, что тот рисованный, что тот рисованный, что тот классический, что тот классический. Ну, я имею в виду, если говорить про нашу студию. А насчёт, вот, допустим, сложных движений, да, есть такая практика, по крайней мере, в, скажем так, прошлые года. Ну, она была немножко по-другому сделана, но мы тоже так делали. Когда, допустим, если существует, ну, сложное, действительно, движение, сложная какая-то сцена, брались актёры, одевались в костюмы, снимались на кинокамеру. Вот, потом, как бы, эта плёнка, как бы, уже проявленная, заряжалась в так называемый эклер-аппарат. Что такое эклер-аппарат? Это некая такая видеокамера... Как пирожда, прямо куча. Конечно, кинокамера, как фотоувеличитель, который висит на такой станине и проецирует изображение на бумагу. И кадрик за кадриком перекручиваешь и перерисовываешь этого актёра. И тогда получается абсолютно естественное такое человеческое движение, но герой мультяшный. Так делались многие наши советские мультфильмы, и Дисней этим тоже занимался. Вот, потому что, что, как у него, как некрасивая героиня, то ли белоснежка, то ли красавица чудовища там. Или, допустим, принца в русалочке. Все двигаются очень естественно. Ну, скажем так, если говорить про наши, допустим, старые мультфильмы советские, то, например, «Аленький цветочек» абсолютно сделан, полностью снят был как бы... Фактически актёры его играли, да, перевисовали. Да, да, это абсолютно все актёры, да, потом их просто сделали из них мультики и вставили в мультяшное пространство. Так что мы так тоже делали и делаем иногда. И нам помогают наши актёры, танцоры, одесские. Вот, да. Ну, вот, например, Алексей Гилков, наш танцор, любимый друг студии мультипликации. Как он говорит, я сын, сын полка. Да, нет, танцор, танцор студии, ну, не в этом роде, но мы его любим называть степпер. Степпер. Ну, от слова степпер. А кто есть те люди, которые рисуют мультфильмы? Какое образование должен получить человек для того, чтобы работать вот на этом поприще творческом? Ну, на самом деле человек просто должен любить мультфильмы, это раз, и второе, умеет рисовать, это два. А образование, ну, как бы, есть художественное образование, прекрасно. Нет его, ну, хорошо. Просто дело в том, что в Одессе нет специальных заведений, которые занимаются обучением художников-мультипликаторов. То есть просто художнику, который учился в художественной школе? Да, очень много приходят люди, вот просто, как бы, там с улицы, которые там занимаются, учатся или там в каком-нибудь холодильном институте, там, например, или в инженерном каком-нибудь заведении. Ну, он просто любит в тетрадке рисовать какие-то комиксы, какие-то смешные рожицы, карикатуры, шаржи. Он приносит, говорит, о, ну, такая, какая прелесть. И что вы хотите? Он говорит, я хочу это двигать. Он говорит, давай, я хочу это двигать. Ну, да, и так получается, человек садишься и начинаешь учить. То есть мы, как бы, за время своего существования научили, наверное, армию. Юрий, а в Украине вообще много студий мультипликации? Именно в Украине? В Одессе мы уже знаем точно есть. Ну, в Одессе есть, конечно. И слава богу. Да, она уже существует, уже долго, больше 20 лет. Есть, конечно, да, есть небольшие, к сожалению, именно вот таких вот кинофабрик, мультфабрик, которые были бы большие, скажем так. Таких в Украине нет. Есть небольшие студии, как бы, примерно, как наша. Ну, наша, я считаю, не совсем маленькая, она достаточно крупненькая. Но есть действительно такие, нет, несколько студий. Во Львове, в Донецке есть наши друзья, кто делает очень смешные, кстати, мультики. Просто мы так, ну, просто дружим семьи, если можно так сказать. Ну, то есть есть, есть. Их бы всех собрать в кучу и сделать бы такой шедевр, это было бы просто великолепно. Ну, я думаю, это все будет. Настеря, мы вам желаем этого, чтобы у вас был шедевр, который вы хотите создать. Все будет, все сделаем, обязательно. Да, единственное, вот был у нас звонок один в самом начале, спросили, сколько стоит сделать, создать мультик на Реш-Самайдер. А потом второй раз перезвонили уже, нам же сказали, и снова спросили. Но для того, чтобы вам ответили на этот вопрос, вам лучше обратиться непосредственно к Юрию и куда? Да, да, если вас интересует действительно, вы хотите сделать мультфильм, заказать в Одесской студии мультипликации этот какой-нибудь маленький фильм, вот, вы можете позвонить по телефону, я могу сказать телефон? Пожалуйста. По телефону 37-48-06. Еще раз повторяйте. 37-48-06, это телефон студии мультипликации, или зайти на наш официальный сайт, сайт osm.ua, соответственно, как бы, и мы индивидуально подойдем к вашим потребностям, по требностям, да, и в любом случае поможем вам, а вы нам. Юрий, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Мы сейчас, друзья, посмотрим сюжет про студию мультипликации, Одесскую. А с Юрием мы попрощаемся, к сожалению. Всего доброго, Юрий. Очень приятно было с вами. Сюжет, друзья. Одесская студия мультипликации была основана в 1991 году. С 1993 года она расположилась в старейшем здании киностудии в доме Демидовых. Там царит удивительная сказочная атмосфера мультипликационного дома, где на стенах висят разные потешные картинки из истории всемирной мультипликации. Три большие собаки вальяжно разлеглись возле работников студии, одной из которых режиссеру пришлось оттаскивать за лапы, чтобы освободить место для интервью. За 20-летний период своей работы одесские аниматоры создали более 1200 мультфильмов, ежегодно показывая свои работы на международных фестивалях. В современной мультипликации все больше применяют компьютеры. Тем не менее стеклофон, прибор для рисования, изобретенный еще в начале 20 века, все еще широко используются. Юрий Гриневич, режиссер и директор одесской студии мультипликации, с ожелением рассказывает о том, что все мультфильмы, которые создают одесские аниматоры, не доходят ни до одесской, ни до украинской публики. В Одессе это невостребованный жанр, поэтому в Одессе они только изготавливаются, а показываются везде по миру. В России, в Германии, в Турции, в Судовской Аравии, в Чехии. Перечислять можно много. В 90-е годы, когда был еще более такой, скажем так, крепкий СНГ-шный эфир, то какие-то работы просачивались на телеэкран. Были какие-то мультсериалы, мультсериал «Маски», заставки для «Джентльмен-шоу», для «Каламбура», клип для «Кабретто-дуэт Академии», «Я обиделась» было такое. Были какие-то сериальчики, какие-то клипы, мультики. Сейчас приходится жить только за счет заказов. Других, скажем так, стран, которые желают иметь мультфильм, но у них нету школы, у них нету людей, которые могут это делать. Вот, например, да, Судовская Аравия. Страна богатая, все есть, нефть есть, машины есть, полусленин есть, здания красивые есть, мультикалов, мультипликаторов нет. А у нас есть, вот, и мы иногда с ними дружим, помогаем делать какие-то мультфильмы. Для создания мультфильма сначала нужна идея. В ее рождении принимает участие весь коллектив аниматоров, рассказывает художник-постановщик Снежана Буженица. Вначале, когда мы собираемся, если, так называем, устраиваем мозговой штурм, в итоге рождаются какие-то картинки, атмосфера общая, скажем так, чтобы перекликалась анимация с фоном, чтобы был общий дух, как говорится. Очень хорошо, когда в мультфильме есть дух. Вот, то есть мы все вместе это формируем, всю атмосферу. Вот, и потом уже, в принципе, каждый занимается своей работой. Режиссер объединяет все идеи для создания сценария и разбивает весь процесс на ключевые фазы, первой из которых является раскадровка, придание рисунку движения. Этим занимается аниматор Сергей Софияк. Приходит директор, говорит, вот тебе вот этот кадр, и объясняет, что там должно быть, какое-то движение. Я себе могу представить это, то есть сажусь перед зеркалом каким-то, и пробую то или иное движение, как оно должно быть. Представляю себе и это переношу на бумагу. Дальше, вот так, как я говорил, делаю ключевые фазы, а уже фазовщик занимается рисунками, фазует рисунки. Таким образом получается движение. То есть я рисунок за рисунком прорисовываю, как должно быть движение. Вот смотрите, снимаете, допустим, да, вот перерисовываете, ставите еще один лист сверху и перерисовываете, там, следующее движение пошагу. Дальше дело переходит к фазовщику, который делает рисунки плавнее, раскрашивает их и приводит все в движение, что и делает художник-мультипликатор Юля Бацуляк. Например, мне нужно очень много похожих рисуночков сделать. Например, в секунде 25 рисунков, чтобы зритель увидел движение какое-то персонажка. И вот линию за линией движение за движение, миллиметр за миллиметров превращается в движение. Вот существует вот такая вот шкала, по которой рисуется. Например, здесь понятно человеку, который знает изображение, не изображение, а движение, замедление, ускорение, в какую сторону. Трехмерной анимацией занимается художник-аниматор Олег Гей. Эту технологию он освоил самостоятельно. Чтобы сделать вот такую машину в 3D, нужна неделя, рассказывает автор. Ну, наша была задача, как бы, вот, сделать такую машину, как бы, вот, и чтобы она двигалась, чтобы она была похожа на настоящую, там, с московскими номерами, с КБС-российскими. Потому что это сериал для России. Самое главное сделать ту задачу, которую тебе поставил режиссер. То есть, если надо персонаж посадить в середину, персонаж у нас находится в середине. Если надо открыть дверь, открывается дверь. То есть, как бы, то есть, там кто-то выходит, кто-то заходит. То есть, чтобы машина мягко ехала, чтобы, ну, чтобы она выглядела, как настоящая. Алексей Хитров занимается посткомпозингом. Совмещением рисованных персонажей с фоном. Нарисованные персонажи, раскрашенные там в определенных программах, совмещаются с фоном, который, вот, художник делает, фонист. И делаю всякие спецэффекты, если они нужны, вот, там, всякие дождики, снег, там, взрывы, там, еще что-нибудь, там, там, вот, сзади, там, небо, там, красный, потом, там, в трое слое, это, вот, самолет, вот, потом дети, а сверху, вот, кресло. То есть, это идет совмещение, вот, это. Мультфильмы Одесской киностудии уже хорошо знают и любят в мире анимации. Снятый в 2000 году для американского телевидения мультфильм «Звериные войны» был переведен на русский. Его озвучивали известные актеры – Караченцев и Вдовиченко. Популярными стали сериалы «Зоу. Новый год» о том, как звери встречают праздник «Женский день». В 1997 году в Москве на фестивале «Компьютерное искусство. Фантазия» клип «Я обиделась с Лолитой» занял первое место. В Америке на фестивале в Хьюстоне победили тюремные приключения дедушки Барского и деток. В прошлом году одесситы получили гран-при на фестивале «Днепр-синема». Маргарита Маслова, служба одесских новостей, проект Рубикон.